Поиграть на игровой площадке, детям отдохнуть, присев на красивую лавочку в облагороженном дворе. Такая возможность совсем скоро появится у жильцов 4-х 16-квартирных домов села Даусус. Масштабы и на какой стадии строительной работы увидела съемочная группа вестей из Зеленчукского района. Репортаж Алгинаевой. Кардинальные и позитивные изменения происходят в эти дни во дворах многоквартирных домов, расположенных по улице Юрия Хатуева, села Даусус. Мы вошли в федеральную программу «Комфортная городская среда» и начали работы по благоустройству дворов, рассказывает глава Даусусского сельского поселения Руслан Лайпанов. Разработанный на бумаге проект. Строители реализовали в жизнь примерно на 80% и можно уже наглядно посмотреть его в реальности. Тоже асфальт будет. Здесь тоже асфальт. У нас по проекту так было. И вот здесь они вот даже в этих провода торчат. Освещение будет ставить. А там уже вот здесь лавачки будут они ставить. Лавачки, урны. А вот чуть дальше они игровую площадку будут ставить, детскую игровую площадку. Детская игровая площадка, уличное освещение, лавочки, урны появятся здесь очень скоро. Как оказалось, жители не совсем были готовы к переменам, которые сделают их двор современным, уютным и светлым. Наши дворы потихонечку зарастали травкой. Нас это устраивало. Мы старели. Нас такое тишь и блажь устраивало. И вдруг пришли и сказали, что вот будут такие преобразования. Естественно, восприняли это сложно. Спасибо вот Руслана Скирбеевич. Приходил, с нами беседовал. Убеждал, что это будет хорошо. Ну и вот теперь пришла пора, правда, благодарить за то, что сделали. Потому что мы действительно видим, что будет хорошо. Хорошо и то, что строители услышали мнение жильцов. А заметно это даже по установленным бордюрам, чтобы им удобно было пройти к постройкам во дворах. А их, я скажу здесь немало, установили специальные. По результатам проделанной работы строителей и убедившись, что эти перемены к лучшему, теперь жители благодарят за то, что преобразования коснулись и территории их дворов. Особую благодарность хочется сказать рабочим во главе вот с прорабом, с замратом. Столько терпения. Одно дело строить шоссе где-то вдали от поселка. Там они только проявляют свои профессиональные знания и наклонности, делают то, что надо. А тут каждому хочется... Три единая задачи у ребят стояла. Сделать красиво, сделать профессионально. А нам надо было, чтобы сделали еще и удобно. Удобно и комфортно здесь будет, как завершаться строительные работы. И, похоже, ждать этого жильцам четырех многоквартирных домов до Усуза осталось совсем недолго. Есть некоторые нюансы, которые не учли в проекте. Естественно, мы это уже согласовываем с архитекторами, с строителями и с жильцами. Естественно, мы находим, пытаемся найти золотую жилу. А сложно ее найти? Ну, бывает с некоторыми людьми, да. Ну, пытаемся, пытаемся, находим, а куда деваться. Две бригады бордюрщиков уже установили около тысячи метров обрамления. Осталось во дворах выровнять грунт, пройтись катком и начнем асфальтировать территорию площадью около тысячи квадратных метров. И если погода не подведет, управимся за неделю, говорит прораб Санграда Кантемиров. А еще в селе Даусуз готов к сдаче после капитальной реконструкции и в Дом культуры. Осталось повесить шторы и навести последние штрихи. Алладинаева, Алий Бастанов, Вести, Карачево, Черкесия, Даусуз.